В сегодняшнем видео я предлагаю вам вспомнить 10 знаменитых людей, которые покинули этот мир в последние 10 лет. 15 января 2015 года не стала советской и российской актрисой театра кино и дубляжа Риммы Марковой. Она родилась 3 марта 1925 года в Самарской губернии. Родителями будущей актрисы были актер Василий Марков и гример-парикмахер Мария Маркова. Актерскому мастерству Римма Маркова обучалась в драматической студии в Вологде, в студии при Вологодском драматическом театре и в театральной студии при Ленкоме. Стоит сказать, что вместе с ней учился ее брат Леонид Марков, в дальнейшем ставший известным как советский актер театра и кино. Актриса впервые снялась в кино в 1957 году. Римма Маркова сыграла роль мамаши в палате в мелодраме «Рядом с нами». Всего в ее фильмографии свыше 80 ролей в художественных фильмах. К примеру, актриса снялась в лентах «Времена года», «Вечный зов», «Каждый охотник желает знать», «Ночной дозор», «Дневной дозор», «Вероника не придет» и «Воронины». Также Римма Маркова служила в театре. К примеру, с 1951 года и по 1962 год ее можно было увидеть на сцене Ленкома. Актрисе было 89 лет. 14 января 2016 года этот мир покинул английский актер и режиссер Алан Рикман. Он появился на свет 21 февраля 1946 года в Лондоне. Его родителями были рабочие фабрики и домохозяйка. На момент рождения будущего актера в семье уже был ребенок – старший брат Алана Дэвид. Позже у него появился младший брат и младшая сестра. Актерскому мастерству будущий знаменитый артист обучался в Академии драматического искусства. Алан Рикман впервые снялся в кино в 1978 году. Он исполнил небольшую роль в фильме-спектакле «Ромео и Джульетта». Фильмографии актера следует выделить роли в таких лентах, как «Крепкий орешек», «Закрой мои глаза», «Всевидящее око» и «Песня ланча». Также особого упоминания заслуживает роль Алана Рикмана в серии фильмов о Гарри Поттере. Миллионы людей знают его как профессора зельеварения в северу со Снейпа. Актеру было 69 лет. 25 января 2017 года свой земной путь завершил английский актер Джон Херт. Он родился 22 января 1940 года в Честерфилде. Отец будущего известного актера был математиком по образованию, но предпочитал служить в церкви. Мать Джона Херта была инженером и начинающей актрисой. Он начал сниматься в кино в начале 60-х годов. Свои первые роли актер сыграл в проектах «Дикие жаждущие», «История любви» и «Театр в кресле». Большому числу зрителей Джон Херт запомнился благодаря ролям в лентах «Чужой», «Партнеры», «Чемпионы», «Шквальный огонь», «Крайний срок», «Ромео и Джульетта», «Ночной поезд», «Гарри Поттер и философский камень», «Миранда со льдом», «Хеллбой», «Герои спекла», «Хеллбой 2. Золотая армия», «Гарри Поттер и дары смерти», «Часть 1 и 2», «Трон, наследие» и «Сквозь снег». Джону Херту было 77 лет. 10 января 2018 года ушел советский и российский актер и телеведущий Михаил Державин. Он появился на свет 15 июня 1936 года в Москве в семье одного из ведущих актеров театра имени Вахтангова Михаила Степановича Державина. Будущий известный артист учился в театральном училище имени Щукина. В разные годы Михаил Державин служил в Ленкоме, Театре Набронной и в Театре Сатиры. Последнему он отдал 50 лет своей жизни. В 1946 году будущий актер подружился с Александром Ширвинтом. Эта дружба продлилась в течение 72 лет, вплоть до смерти Михаила Державина. Они не только дружили, но и выступали вместе. Отдельного упоминания заслуживает и участие актера в проекте «Кабачок. 13 стульев». С 30 апреля 1967 года и по 4 октября 1980 года Михаил Державин играл в этом проекте пана ведущего. Он принял участие в создании более 140 выпусков. Что касается съемок в кино, то актер дебютировал на экранах в 1953 году. Михаил Державин сыграл работника арены в фильме про цирк «Арена смелых». В большей степени он запомнился зрителям по ролям в лентах «Поездка через город», «Трое в лодке, не считая собаки», «Моя морячка», «Жених из Майами» и «Ночной визит». Актеру был 81 год. 1 января 2019 года не стало советского и российского певца, музыканта и композитора, создателя групп «Високосное лето» и «Рок-ателье», участника музыкального коллектива «Автограф», автора музыки более чем 200 композиций Криса Кельми. Он родился 21 апреля 1955 года в Москве. Родители будущего знаменитого музыканта и певца были метростроевцами. Крис Кельми учился на эстрадном факультете Государственного музыкального училища имени Гнесиных, но это не первое его образование. Ранее музыкант окончил факультет мостов и тоннели Московского института инженеров железнодорожного транспорта Министерства путей сообщения СССР. А после он учился в этом институте в аспирантуре. Началом музыкальной карьеры Криса Кельми можно считать 1970 год. Именно в этом году он увлекся рок-н-роллом и основал любительскую музыкальную группу «Садко», а уже позже были основаны «Високосное лето», «Автограф» и «Рок-ателье». Его самыми знаменитыми композициями считаются песни «Замыкая круг», «Усталое такси», «Ночное рандеву» и «Эй, парень, не торопись». Музыканту было 63 года. 26 января 2020 года этот мир покинул американский баскетболист Коби Брайант, выступавший на позиции атакующего защитника за команду Лос-Анджелес Лейкерс Национальной баскетбольной ассоциации в течение 20 сезонов. Он появился на свет 23 августа 1978 года в Филадельфии. Его отцом был игрок НБА, а после тренер Джо Брайант, которого, к слову, не стало 16 июля 2024 года. Спортсмен начал играть в баскетбол еще в школе и отлично зарекомендовал себя на этом поприще. Сразу после школы 17-летний Коби Брайант решил перейти непосредственно в НБА, что является очень редким явлением. До этого миновать так называемый студенческий этап баскетбола удалось лишь пяти игрокам. Помимо игры за команду Лос-Анджелес Лейкерс, он также известен как олимпийский чемпион 2008 и 2012 годов. Баскетболисту был всего 41 год. 2 января 2021 года свой земной путь завершил советский и российский актер театра и кино педагог Владимир Коренев. Он родился 20 июня 1940 года в Севастополе. Его отцом был будущий контр-адмирал Борис Коренев. Актерскому мастерству будущий знаменитый артист обучался в ГИТИСе. Впервые в кино Владимир Коренев снялся в 1958 году. Он сыграл эпизодическую роль в драме «Жизнь прошла мимо». Следующая роль актера была главной. Речь идет об ихтиандре из фантастического фильма «Человек-амфибия». Также зрители хорошо помнят Владимира Коренева по ролям в лентах «Сыны Отечества», «Убойная сила», «Сыщики районного масштаба», «Туда, где живет счастье» и «Два цвета страсти». Помимо съемок в кино он также служил в театре. Придя в 1961 году в электротеатр Станиславский, актер прослужил в нем до конца своих дней. Владимиру Кореневу было 80 лет. 11 января 2022 года ушел российский журналист и телеведущий Михаил Зеленский. Он появился на свет 7 сентября 1975 года в Москве. Его отец был военнослужащим. Будущий известный журналист учился в Хабаровском медицинском институте, Хабаровском институте физической культуры, Московском институте повышения квалификации работников телевидения и радиовещания и МГУ. В разные годы Михаил Зеленский работал на радиостанциях «Радио А» и «Радио России» и «Ностальжи», а также на телеканалах ТВ-центр, РТР, «Позже Россия», «Культура», «Вести», «Позже Россия-24» и «Карусель». Ему было 46 лет. 14 января 2023 года не стала советской и российской актрисой театра и кино Инной Чуриковой. Она родилась 5 октября 1943 года. Образование будущая известная артистка получила в Высшем театральном училище имени Щепкина. Инна Чурикова начала сниматься в кино в 1960 году. Она сыграла небольшую роль Райки в ленте «Тучи над Борском». Зрители хорошо помнят актрису по ролям в лентах Морозко, Стрепуха, Начало, Тема, Васса, Мать, Плащ Казановый, Курочка Ряба, Казус Белли, Винтовая лестница, Безвины виноватые, Память осени и Самый лучший день. Также Инна Чурикова служила в театре. В разные годы она была актрисой московского ТЮЗа, Театра Дом, Театра Антона Чехова и Ленкома. Последнему Инна Чурикова отдала больше 45 лет своей жизни. Ей было 79 лет. 11 января 2024 года этот мир покинул советский и российский актер и режиссер театра и кино Юрий Соломин. Он появился на свет 18 июня 1935 года в Чите. Родители будущего актера были музыкальными педагогами. Актерское образование Юрий Соломин получил в Высшем театральном училище имени Щепкина. После завершения обучения он был принят в Малый театр и прослужил в нем до конца своих дней. В 1988 году актер стал художественным руководителем этого театра и занимал эту должность до конца жизни. Как киноактер Юрий Соломин дебютировал в главной роли в социальной драме 1960 года «Бессонная ночь». Также зрители помнят его по лентам «Адъютант его превосходительства», «Инспектор уголовного розыска», «Хождение по мукам», «Мелодии белой ночи», «Свет в окне», «Лунная радуга», «Тассу полномочен заявить», «Сувенир для прокурора», «Прощание в июне» и «Чайка». Актеру было 88 лет. Продолжение следует...